Мы находимся в закрытом VIP митинг-руме компании Gigabyte, где нам показывают новые видеокарты GTX 1080. Вот эта самая простая модель из гейминг-серии, называется G1, ее немножко поменяли, но как видите, в целом смысл остался тот же. Небольшие, но три высокоскоростных вентилятора со специфическим строением крыльчатки, это хорошо. Переработали сам кожух, сейчас он пластиковый, правда предыдущая G1 ко мне так и не доехала, я не знаю какой у нее кожух. Но здесь он пластиковый и есть RGB-подсветка вот этой надписи Gigabyte. Раньше здесь была надпись VineForce, сейчас Gigabyte. Сзади бэкплейт и, к сожалению, больше рассказывать нечего, потому что ее реально нужно раскручивать, тестировать, а здесь мне сейчас этого не дадут. Есть намного более интересный вариант, чем это, это уже Extreme Gaming. Вот она, она выглядит в целом похоже, тоже три вентилятора, но они уже большие, хорошего, нормального такого размера. Как видно, принцип остался все тот же, три вентилятора, но как мне объясняли, расположив два вот этих вот 100-мм вентилятора, так как стоят они у, скажем так, обычных двух вентиляторных видеокарт, получилось сюда поставить еще между ними третий вентилятор на 100 мм. И он очень интересной и необычной формы, такой двухуровневый. Все это очень здорово выглядит, кожух сам, кстати, металлический уже, а не пластиковый, ощущается все это очень добротно, крепко. Сзади бэкплейт красивенький, но единственный недостаток, я вот вижу бэкплейт, не бэкплейт, а кожух здесь, хоть и металлический, но гнется. Вот это, кстати, тоже RGB-подсветка. Я надеюсь, вот этот момент пофиксит, потому что это еще не финальный образец. Есть подсветка, RGB-подсветка вот этой надписи и RGB-подсветка вот этих вот частей. Все это должно выглядеть очень здорово, моргает оно вот здесь и будет работать в паре с остальным железом от Gigabyte. А вот это уже очень интересно. Когда вы увидите железо от Gigabyte на прилавках магазинов в Украине, особенно у нас в FUA, в виде корпуса, в виде кулера для процессора, блока питания, то вы не пугайтесь. То есть, да, Gigabyte начинает делать эти вещи и даже продавать. Пообещали продажи уже с третьего квартала этого года будет продаваться корпус и будет продаваться блок питания. Когда будет сам кулер, мне до конца не объяснили, но смысл остается тот же. Будет все работать в связке и в унисон. Вся подсветка будет моргать одинаковыми цветами, одинаковыми эффектами. И вот в данный момент, кстати, она светится в такт к музыке. Мне рассказали, что вот этот вот корпус будет в двух версиях, более доступной и более дорогой версии. Как мне сказали, именно эта более доступная версия и мне не очень нравится, как она покрашена. Но это хендмейд вариант, то есть сделанный руками. Когда будет заводская покраска, я уверен, все будет намного лучше. Это был стенд компании Gigabyte. Я очень жду вот эти все вещи у нас в Украине. Я уверен, они к нам приедут. Я буду их прям вот выбивать, прям вот с кулаками. А вы подписывайтесь на наш канал, чтобы все это увидеть. Ставьте лайки и смотрите наши другие видео с компанией, с выставки Computex 2016. Меня зовут Руди, мы с вами еще обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok